Удивительный случай произошел в Глазго, Шотландия. Бездомный мужчина по имени Джеймс, проходя мимо здания суда, обратил внимание на одну машину, у которой было приоткрыто окно. Видимо, владелец в спешке не увидел своей оплошности. Подойдя ближе, мужчина увидел на сиденье сумку, в которой, возможно, могли находиться ценности. Джеймс начал осматриваться по сторонам, но владельцев автомобиля не было на горизонте. Дальше произошло то, чего не ожидал никто. Мужчина решил остаться у машины и поохранять чужое имущество. Ведь сумку мог забрать любой вор, тем более, что украсть добычу не составило бы никакого труда. На улице шел дождь, но благородству Джеймса можно было позавидовать. Переминая с ноги на ногу, он так простоял больше двух часов. Поняв, что хозяина машины ему не дождаться в ближайшее время, он решил действовать по-другому. Вытащив сумку из машины, он пересчитал деньги, что были в кошельке. Там была сумма в 400 фунтов стерлингов крупными купюрами и 50 мелкими. В общем, около 600 долларов. С этим добром он направился на проходное здание суда. Там он отдал сумку с просьбой вернуть владельцу по документам, что он нашел в сумке. Это была девушка по имени Алиша Орфорд. Попросив листок бумаги, он набросал что-то и положил на сиденье в открытое окно автомобиля и ушел по своим делам. Как же был приятно удивлен благородным поступком неизвестного человека Джон МакГонагал со своей девушкой Алишей, которой принадлежала сумка. Из записки они узнали, где забрать исчезнувшую сумку. Охранники, у которых она оказалась, сказали, что неизвестного человека зовут Джеймс и он бездомный. Джон был в шоке. Ведь мужчина мог вполне спокойно забрать эти 450 фунтов стерлингов и хорошо пожить некоторое время на них. Но он решил позаботиться о других и поступить по-хорошему. Спустя несколько дней Джеймс снова проходил мимо того места и, увидев Джона рядом со знакомой машиной, спросил у него, смог ли он забрать сумку. Джон горячо поблагодарил мужчину, вручил ему 40 фунтов стерлингов и дал обещание, что купит ему новую теплую одежду и спальный мешок. Джон говорит в интервью, «Я хотел предложить ему работу, но Джеймс честно признался, что ненадежный, так как много пьет и не хочет разочаровывать никого. Тогда я решил помочь ему с этим и отвез в наркоцентр, чтобы вылечить от зависимости. Заодно я выложил удивительную историю с сумкой на сайте GoFundMe и люди начали отправлять деньги, необходимые для Джеймса. Ему, конечно, будет сложно лечиться, но настрой у него серьезный. Возможно, потому что в него впервые поверили. На улицах многие люди приветствуют Джеймса, некоторые предлагают работу. Посмотрите, к чему приводит обычное дело, когда думаешь о других людях. Что посеешь, то и пожнешь. Обязательно поделитесь этой историей со своими друзьями, а также поставьте лайки и подпишитесь на канал. Пока!